В одночасье вода пошла практически отовсюду. Непрочность крыши над головой Галина Бигель прочувствовала в полной мере после очередного ливня. Женщина в доме номер 9 на улице Вокзальная живет с 79-го года. Рассказывает, в последнее время то и дело возникают коммунальные проблемы. Галина Погорелова и вовсе полдня просидела без света, боялась пользоваться электричеством. Случай замыкания в ее квартире уже были. Кроме того, совсем недавно сделала косметический ремонт. Теперь и он под угрозой. В настоящее время в доме на Вокзальной 9 подрядная организация, нанятая фондом капремонта, проводит реконструкцию кровли, что подразумевает демонтаж старого покрытия, заливку свежей стяжки и укладку нового кровельного ковра. О том, что внутренняя отделка квартир может пострадать, жильцов верхних этажей никто не предупреждал. Да и подрядчик работы в срок не выполнил, по плану они должны были завершиться сегодня. Представители управляющей компании заверили, людей не бросят. На сегодняшний момент я лично созвонился со всеми представителями фонда капитального ремонта. Представители фонда капремонта сейчас тоже находятся в этих квартирах, объясняют жителям, каким образом они будут возмещать ущерб, финансово ли, либо проведя ремонт в их квартире. То есть на сегодняшний момент эта вся ситуация находится под контролем. Старшая по дому Елена Камышина из года в год ходатайствует о том, чтобы их многоэтажка не уступала по комфорту другим. В доме живет много пожилых, которым сложно разобраться в бумажной бюрократии. С крыши начались проблемы у нас более 10 лет тому назад. Жители, которые живут на последних этажах, они жаловались неоднократно, что проходят протечки. И когда мы ходили по квартирам, начали, у нас там было одно голосование, мы это воочию увидели. Как провода, как замыкание, как людей заливает, как невозможно выполнить, понимаете, ремонт. И жить в таких условиях, я тоже считаю, что недопустимо. Ситуация держится на контроле у коммунальщиков. Представители фонда капремонта и администрации уверяют в управляющей компании. А местные жители продолжают надеяться, что процесс ремонта ускорится. Ведь прогноз погоды и на следующую неделю неутешительный. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.